Перед тем, как выходить на улицу, обязательно нужно измерить свое артериальное давление, убедиться в том, что давление в норме. Если нет, обязательно принять препарат, который снижает артериальное давление. В такие дни идет большая потеря влаги и может отмечаться сгущение крови, поэтому обязательно питьевой режим нужно соблюдать. Кроме того, нужно стараться поменьше находиться в открытых местах под палящим солнцем, обязательно носить головной убор и обязательно следить за своим самочувствием. Кроме того, людям, находящимся в группе риска, медики советуют избегать лишних физических нагрузок, бывать как можно реже на солнце, дневные часы по возможности проводить в прохладных помещениях. Одежда должна быть легкой, свободной и из натуральных тканей. Однако, если все же гипертонический криз случился, важно знать, как правильно оказать первую помощь. В первую очередь, это создание физического и психологического покоя. Первый осуществляется за счет принятия положения сидя или полулежа. Второй – за счет устранения шума и яркого света. Необходимо принять препарат, который с собой пациент всегда должен носить, снижающий артериальное давление при кризах. Если не достигается снижения артериального давления, через 20 минут мы вызываем скорую помощь. Если подозрение на инсульт, обязательно пациенту мы должны спросить, как его зовут. Мы проследим за его речью. Также мы попросим его улыбнуться, посмотрим, нет ли асимметрии лица. Попросить поднять обе руки. Если одна будет рука отставать от другой, то, естественно, тоже будет говорить о том, что у пациента имеет место инсульт. Поэтому нужно обязательно дождаться скорой. Узнать больше о гипертонии и способах ее лечения можно, записавшись в школу профилактики артериальной гипертензии. Она работает по будням в городской поликлинике. Также Андрей Яцковский выпустил специальную брошюру в помощь пациентам. В ней собрано все, что нужно знать о болезни и о том, как правильно ее лечить. Спасибо. 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 Спасибо.